Учредительным собранием были приняты законы о свободе хозяйственной и предпринимательской, а также политической деятельности, упразднении сословных различий и всеобщем гражданском равенстве. Затем была проведена муниципальная реформа, по которой вся страна делилась на 83 равные по площади департамента и введена единая во всем государстве система мер и весов. В 1789 году был также принят закон о передаче всех имуществ в церкви в распоряжение государства, а в 1790 в силу вступил закон о гражданском устройстве духовенства, по которому все духовные лица становились государственными служащими. Стремясь решить тяжелую финансовую проблему государства, депутаты учредительного собрания решили выпускать ценные бумаги – ассигнаты. Первый их выпуск был успешным, ассигнаты ценились наравне с деньгами. Вдохновленные этим депутаты вновь осуществили выпуск ассигнатов. Результатом этого решения стал резкий скачок цен и инфляции. Летом 1791 года была завершена работа над Конституцией. Этот документ превращал Францию в конституционную монархию. В руках короля теперь была только высшая исполнительная власть. Он возглавлял правительство, был главнокомандующим армии, назначал министров, принимал главные внешнеполитические и внутриполитические решения. Законодательная власть принадлежала законодательному однополатному собранию. Создавался независимый от исполнительной и законодательной власти Верховный суд. Конституция объявила всех граждан единственным источником властей. Члены законодательного собрания должны были определяться на свободных выборах. Однако избирательными правами наделялись лишь мужчины, которые удовлетворяли имущественному цензу, то есть платили определенную сумму налогов и проживали не менее шести месяцев в одной местности. Таким образом, в выборах реально могла участвовать половина мужского населения Франции. Такой вариант Конституции удовлетворял не всех депутатов. А после неудачной попытки Людовика XVI бежать за границу, которую он предпринял в июне 1791 года, многие из них стали сторонниками республики. Они требовали предать короля суду за измену государству. Однако умеренное большинство депутатов учредительного собрания отстояло разработанный вариант документа, так как боялось республиканского строя. Среди них были авторитетные члены собрания Граф де Мирабо и Лафайет, считавшие республику воплощением анархии. В сентябре 1791 года Конституция была принята учредительным собранием. Король Франции принес на ней клятву. Учредительное собрание было распущено, а к работе приступило новое, законодательное собрание, выборы в которое были проведены предварительно. Жители Франции постепенно разделились на группы в зависимости от того, как они относились к революции. Роялистами, то есть сторонниками абсолютизма, называли аристократов, лишившихся в ходе революционных событий, своих привилегий и имущества. Со временем слово аристократ стали применять ко всем врагам революции. Революционеров же называли патриотами. В законодательном собрании тоже появились различные политические группировки или партии. Во главе каждой из них стояли лидеры, которые пользовались авторитетом у всех членов партии. Так сторонники конституционной монархии всегда рассаживались справа от кресла председателя, их стали называть правым крылом или правыми. Первоначально одной из групп был якобинский клуб. Собрание политических единомышленников, большинство из которых было сторонниками конституционной монархии, проводились в монастыре святого Якова, поэтому они стали называть себя якобинцами. Их лидерами были Робеспьер, Марат и Дантон. Республиканцы же, размещавшиеся всегда с противоположной стороны, образовывали левое крыло. Большая часть депутатов не имела ярко выраженных политических убеждений, за что получила презрительное прозвище «болото». С течением времени политическая ориентация членов различных групп и партий менялась. На разных этапах революции одни и те же могли принадлежать к разным группировкам. Летом 1791 года противостояние между сторонниками республики и конституционной монархии усилилось. Осенью раскол произошел даже внутри якобинского клуба, из него ушли монархисты. Оставшиеся депутаты-республиканцы разделились на два лагеря – жирандистов и монтаньяров. Лидерами жирандистов были Брессо, Кондарсе, Петион, Мадам Рулан. Во главе монтаньяров стали Карно и Робеспьер. События, происходящие во Франции, вызывали ужас у европейских монархов. В феврале 1792 года Пруссия и империя Габсбургов заключили военный союз. Они были готовы вмешаться во внутренние дела Франции для защиты монархии и королевской семьи. Перспектива войны обрадовала роялистов и Людовика XVI. Они не сомневались в поражении Франции и надеялись, что победившие державы восстановят в стране монархию. Жирандисты также одобряли участие Франции в войне, но рассчитывали на ее победу и окончательное падение королевской власти. В апреле 1792 года Франция объявила войну монархии Габсбургов и Пруссии. Однако французская армия не смогла взять инициативу в свои руки. Над государством нависла угроза иностранного вторжения. Тогда во Франции начинается массовое движение добровольцев, откликнувшихся на призыв «Отечество в опасности». Однако его участники считали, что для победы над внешним врагом необходимо победить контрреволюционного врага внутри страны и, в первую очередь, королевский двор. Стекавшиеся со всех концов страны в Париж добровольцы представляли собой грозную и решительную силу. В это время в столице Франции начинает звучать популярная песня солдат республиканской армии Марсельеза. Вскоре она стала революционным гимном французов, а спустя столетия и государственным гимном страны. 9 августа 1792 года в Париже вспыхнуло восстание, поддержанное городскими низами. Волнения санкюлотов начались в крупных городах Франции уже давно. Их причиной была дороговизна и нехватка продуктов питания. Они требовали принять законы о ценах и наказать спекулянтов и аристократов, которых считали причиной всех бед. Во главе парижского восстания встали делегаты Парижа в законодательном собрании. Они образовали коммуну. Толпы восставших, направляемые коммуной, хлынули к Тюллерийскому дворцу, в котором жили королевская семья и король. Дворец был взят штурмом, а Людовик XVI арестован. С этого момента насилие стало главным способом борьбы во французской революции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова